Так, на кухню прибежала. Сразу надо там, где мусорка, смести. Смотрю, у меня, знаете, как вот обычно люди кидают в мусорное ведро, а у нас в семье принято кинуть что-нибудь рядом. Ну а что нет? Мусорное ведро это слишком неинтересно и обыденно. А вот где-нибудь рядом что-нибудь вытряхнуть с ведром, это самое то, что надо. Вот, потому каждое утро я, помимо того, что застилаю пакет, ну, бывало, бывало пару раз, что пакет я не застилала. Ну вот каждое утро, когда я застилаю пакет, я сразу же достаю потом вот это вот вне кадра, сметаю все, что там насыпалось. Ну, я думаю, что это в любой семье. Итак, кроме, конечно, семьи моей сестры, начнем с этого, потому что в семье моей сестры порядок идеальный, понимаете? Вот у нее нигде нет соринки, ее муж такой, он прям вот каждую цариночку малюсенькую, каждую, понимаете, как это, ну, вот такую массюсенькую найдет и положит в ведро аккуратно. Вот у них такой проблемы нет, ну, потому что мы все разные. Так, давайте разберем посудомойку, я достала тут уже ополаскиватель, доставила соль для посудомойки, все зарядить надо, давно этого не делала и не обратила внимания, вообще там горит какие-то индикаторы или нет. Сковородочка моя, кстати, вчера осталось две тевтели, которые не доели, скорее всего, сейчас сын придет со школы и как раз-таки их захочет доесть, что меня не может не радовать. Так, перестановка, как обычно, эти, как они называются, кастрюли и все эти дела, играем с этим, друг в дружку, это для борща, достану быстро, смотрите, в ней борщ сварится, чуть побольше, чем обычно. Так, мы здесь. И так, мне той стороной поставила эту. Видите, там есть такая щелка, вот она, из которой вода вытекает. Я обычно ставлю этой щелкой в посудомойку вниз, чтобы когда мылась, это все, вода там не задерживалась. А вчера, видать, я не обратила внимания, видите, что делает, вода там, раскрутить, конечно, можно, но я вот так иногда, когда я забуду, пропитываю полотенцем. И оно. Развлекалочка. Судрится. Обычно я обращаю на это внимание, но, видать, вчера. А, может, я даже, даже и не я, может, ставила. Не помню этого момента, чтобы я обычно задумываюсь. Ну, ладно, может и я. Надо мне мой суп нагреть и поесть. Я проголодалась. Тарелок. И булки сегодня поставлю. Вот булки. А, мы же захотели торт. Подожди. У меня вчера сын выходит, говорит, булок у нас дома нет. А я рассказывала. Я говорю, нет, сынок. Я и не знала. Когда я спрашивала, булки поставить, когда я хлеб замесила, мне муж сказал, вот эти две булки мы еще не доели. Но в итоге доели. И сын такой вечером думал, что я пеку булочки. Восторженный пришел. А тут, оказывается, булочками и не пахнет. Он аж ракурился, бедный. Ну, ну что, будет знать, как заявки. Когда я спрашиваю, что готовить, все молчат. А когда не приготовила, а что, булок нет? Нет. Вовремя надо говорить, малочки. Бабнина мне под ухо там рассказывает. Вы знаете, вот этому половнику уже сто лет. Я еще была в институте училась. И этот половник с квартиры, в которую я снимала. И дед ее сдавал. Он сказал, всю посуду выкинь, потому что она была в жутком состоянии. В итоге я кое-что не выкинула. И вот этот половник, в частности, я его люблю. Он древний уже, как я не знаю что. Но он мне очень нравится. Такой он удачный. И прилипло что-то на него. В общем, люблю я этот половник. Мне он очень нравится. И всегда, когда достаю, ну вот наливать что-нибудь там с кастрюли, например, хочу. И у меня есть выбор, какой половник взять. Я всегда, рука моя тянется именно к нему. Нравится мне. Хотя есть модные всякие у меня половники. Все, что это... В общем, так. Так, дальше что делаем? Засыпаем соль. У меня здесь как раз маленькая осталась. Но я еще заказала большую пачку. Если это и мало окажется, то я открою новую пачку. А вообще, бывает финиш, бывает не финиш. Разные, не имеет значения. Я не увидела разницы. Я всегда беру та, которая подешевле. Вот выбираю в магазине. Смотрю. Подешевле. Ту и беру. Здесь такой контейнер, что в пол ведра реально войдет. Видите? А там будто бы ее и нет. Сейчас еще одну открою. Докупаю всегда доверку. Чтобы потом не заморачиваться. Чтобы потом не заморачиваться. Конечно, выгоднее. У меня одна девушка пишет. Возьмите прям мешок там чуть ли не 50 кг. Я говорю, охраните его где. Представляете, мешок 50 кг. Мне получается дороже покупать так, но, блин, так хотя бы я понимаю, что у меня на месяц столько не занимает. Я не могу себе позволить купить огромную кучу, правда. А крышку куда делала? А, вот она. Отлично. Это потому что я увидела. И теперь с недавних пор я начала заливать ополаскиватель все же. Почему? Потому что что лучше, мне кажется, стала ополаскаться посудой с ним. Нет ни разводов, ничего. И, в общем, ополаскиватель я тоже заливаю. Ну, в дверь он заливается. Я не знаю, все так. Все знают. Вот здесь есть контейнер для... Что это? Для таблетки. А вот здесь контейнер для вот этого ополаскивателя. Ну, тоже здесь его достаточно много влазит за один раз. И хватает на несколько моек. Пахнет он уксусом. Чем-то таким. Видите, сколько. Все. Заридели. И еще, наверное, сейчас я достану. У меня есть для очищения посудомойки таблетка. Давно не делала. Наверное, месяц уже точно прошел. Я ее сейчас здесь увидела. Сейчас. Погоди. Достану. Вот она. И поставлю. Пусть промоется с нею. У меня тут посуды немного. Сейчас руками, если что, ее помою. Так, еще раз читаем, что нам как здесь делать. Сполоснули, что же у меня там подлежало. Разные. Иногда финиш покупаю тоже, какая попадется. У меня принципиального там какого-то предпочтения к определенным средствам нет. Так, вскрыть. Открыть. Поставить. И на 65 градусов. Вот это имеется в виду вскрыть. Вот так. А, проткнуть что ли или что? Она показана стрелочкой. И все. А. Достаньте. Че? Все эти, они не на русском написаны, не понимаю. Поверните, наверное. Достаньте этикетку. Крышку открыть. Сейчас. Ну, нарисовано. Повернуть. Вот это что ли? Да нет. Это тот, который растворяется. Значит, все так и должно остаться. Это тот, как воск по типу того растворяется. И все. Все. Ставим. Сейчас покажу. Где я поставила. Это прям. Вот что неудобно, то неудобно. Финиш как-то по-другому легко устанавливается. Он по ширине хорошо становится. Ну-ка. Сейчас покажу. Вот так. Вроде не падает. Да, пусть стоит. И запускаем ее. Ну, я поставлю эко-режим. Эко у меня херачит не меньше 65. Пусть постирается. Чудно. Со стола все на пол. Потому что сейчас будет по лесу собираться. Давайте еще и исполосню. Кружки у меня здесь. Несколько кружек. Вообще, посудомойку, стиральную машинку. Я всегда вот так вот делаю прочистку. Специальными средствами. Для того, чтобы не заводился грибок. Для того, чтобы не было запаха неприятного. Для того, чтобы она была чистая. Все же, вот представьте. И посуду моем. Да, там. С которой мы кушаем. И эти вещи стираем в стиралке тоже. Я всегда делаю. Мне как-то поприятнее, что ли. Ну, раз где-то в месяц примерно. Не так дорого стоит. Что-то. Ну, может 200 рублей. Ну, и стараюсь всегда покупать сопутствующие вот эти вот соли. Для того, чтобы она прослужила подольше. Потому что это удовольствие не из дешевых. И не хочется там через 2-3 месяца, через год покупать новую посудомойку. Согласитесь. Устанавливать ее. Этот новый геморрой. Проще средства покупать, которые помогут ей прослужить подольше. Это выйдет подешевле, поэкономичнее. У меня тут на эти 4 кружки уйдет столько воды, сколько у меня посудомойка за цикл тратит. Еще из-за цветов, которые у меня были на окне, я пообрезала, стояли которые, помните, фиолетовый такой букет весенний. Пообрезала их стебли, потому что они уже такие прям, знаете, некрасивые, телевые такие, в общем, понятно, что они уже крякнули. И в маленькую, которая на столе, переставила, которые еще живые цветы, выкинула, которые мертвые. Вот и у меня надо помыть вазу из-под цветов. У меня тут натряслось с одного цветка. Он же как сухостой. Я как повернулась, у меня тут, знаете, ощущение, что как на поле. Все в этом, в шелухе. Чашка такая, как она мне нравится. Вы даже себе не представляете. Каждый раз, Кристину вспоминаю, вот каждый раз, когда пью, это так удивительно было, что она ее вообще нашла. Это Кристина мне подарила, то по итогу я вам скажу. Кристина, Кристина. Заказала ее, бог знает где, ждала 2-3 месяца, представляете? Я вообще не знаю, я так даже хотела купить в России, смотрела сайты, да везде смотрела. Я даже не знаю, как она, это просто не человек, это какая-то поисковая машина, честное слово. Ей в разведке надо работать. Мой чайник любимый тоже. Я люблю эту чашку, которая с вот этим чайником, с зайцем. Она мне очень нравится. И вот эта, это две чашки, из которых может, знаете, кто максимум пить у меня? Моя сестра, Лена и, ну, Кристина, если приедет. А другие люди, ну, да у меня и других-то не бывает дома. Так я вот просто не представляю, у меня мужики даже не дотрагиваются, потому что они знают, как я над ними трясусь, над этими чашками, я их люблю. Не потому что я не могу, ну вот эту не могу купить, да, например, вторую, третью, которая, вот эта, потому что они редкие. С зайцем-то, конечно, можно, но все равно это и подарок мне подарили, я это ценю. И мне она нравится в душе, которая с зайцем. В общем, я бережливая в этом плане. И еще это называется собственница. В плане своих вещей я собственница, сын у меня такой же и муж у меня такой же. Вы не представляете, вот мы все, и потому у нас нет разногласий. Каждый считает, вот у каждого есть своя вещь, и каждый знает, что это вещь именно этого человека, и не претендует, и потому разногласий в доме не бывает. Потому что каждый понимает, что если сейчас типа претендуешь как будто бы, да, там или отнесешься как-то халатно к вещи другого человека, то и к твоей могут так же отнестись, а это неприятно. Вот так. И у нас с этим спокойно в семье, каждый знает, что вот эта вот вещь не его, и все, она не трогает и относится бережливо. Меня это полностью устраивает. А то, знаете, вот как бывает, просто хватают иногда вещи. Я не говорю за свой дом, у меня такого не бывает, но я видела. Просто вот берут так пренебрежительно, могут там неаккуратно поставить или еще что-то. Ну, в общем, вы сейчас подумаете, что я зануда, так оно и есть, но, блин, меня раздражает, когда к моим вещам относятся небережливо. Я тоже стараюсь всегда к чужим вещам относиться бережливо, да и к своим-то тоже. У меня нет такого, конечно, если уж совсем разбилась, там я не буду рвать на себе волосы, трагедия произошла. Нет, все в этой жизни это вещи, они и есть вещи. Но если она есть, то к ней все-таки относится не так, как швыранул, разобьется, не разобьется, как повезет. Где мои другие вазы, не пойму, не столько ваз было. Неужели я их выставляла в припадке? У меня бывает такое, что я хочу от всего избавиться, я могла выставить в подъезд просто. Я какие-то выставляла, но я не помню, какие были пониже, такие поинтереснее. Ну, она выставила, видать. У меня как находят, хочется от всего избавиться, так я избавляюсь. А потом думала, где это? Поздно, мама. Все, пусть стекает. Так, она у нас полосня. На кухне мы с вами порядок навели. А вот теперь-то идти в коридор, там все это поднимать. И там помыть для обуви. Еще одну неприятную вещь помыть, Кошкину. Две, точнее, даже, а не одну. В Бульгарии целый этот. У нас на троих один туалет, а у Бульгарии на одну два. Потому что это Королева, понимаете? Королева должна ходить в два раза с туалета. А у некоторых, вон у Леночки, там пять-шесть стоит. Потому что Королева хочет сначала в один, потом Королева хочет в другой. И ее все прихоти исполняются. Королевские жопы шерстяные. Все, давайте протрем поверхности. И мы с вами все сделали. Какие молодцы. Я говорю, без камеры прямо работа не идет. Только включила, думаю, чтобы вас не задержат. Я по-быстренькому все делаю. По-быстренькому и уматываю. Ручки тут всегда. Всегда ручки. Тихо, не падай. Полотенце тут. Почем вот эти три. Должно быть вообще-то два. Одно бумажное, одно тряпичное. У меня тут трих образовалось. Странным образом. Чайник надо брать. Пустой. Этот чайник бедный, несчастный. Дно у него подгоревшее. В прямом смысле этого слова. Муж его поджарил. Муж. Муж. Красотень. Там он у меня уже стоит. Ну, вы увидели. Я уже все поподнимала. И вот эту поверхность здесь. Кружки-то я помыла. Выставила в ряд. Сейчас я их пробираю. Ага. Тут все замер. Это имеет особое место. Закваска у меня растет. Нормально пришла в себя. Я все-таки, знаете, думаю, что я сахарку в нее добавила не зря. Видите, как она хорошо себя чувствует. Лекарства тут все мечатся. Закваска у меня. На кухне порядок навели. Можно теперь идти в коридор. А вот смотрите. Если бы я это все не снимала, то сейчас час, меня бы не было вообще часа, то и полтора не было бы видео. Я бы сначала это все сделала, да, потом другое. А люди думают, вот чем она там занимается, что она делает. А вот такая работа, которую неинтересно показывать, да, неинтересно смотреть. Но она дома делается. Такая вот работа. Все, идем в коридор.